Всем здраво парни, сегодня я решил сделать очередную серию битвы приманок, а то давно уже не было, я все прозябал на комарином, ничего не замечал перед собой, потому что там так увлекательно оказалось, прям я соскучился. Но все имеет начало, все имеет конец, сегодня хорнеты сразятся с кранками, турнирную таблицу вы увидите сейчас примерно на экранах, я подожду 5 часов вечера, начну ловлю на хорнеты, смотрите что я поставил, Зейман Хорнет, 7 номер 12 грамм, и Зейман Хорнет, 5 номер, тоже 12 грамм, розовый и красный хорнеты, беру себе билет на 2 дня, как только наловлю на хорнеты, сразу узнаем сколько они набрали серебра и переключимся на кренки. Итак парни, самое время узнать, чего я сумел добиться благодаря хорнетам за целый день рыбалки, смотрим. Начнем с сиванской форели, одна штучка, маленькая, но это редкая порода рыбы и идет в плюс турнирной таблицы для хорнетов. Форель радужная, очень приятная рыбина на 2-300, тоже редкая порода, вторая идет за счет хорнетов. Форель озерная, клевала неплохо, но экземпляры небольшие, кроме вот этой рыбины на 5-200. Тут также рыбина на 1-9, ну и на килошные, 2-х килошные, что-то в этом духе. Ну клевала неплохо, смотрите сколько зачетов, хоть они больших. Пару приятных ряпушек зашло, ну и вы не поверите, сколько окуней я отпустил, незачетных, незачетных. Я просто отпускал их целыми стаями. Наверное рыб за день поймал 50, из них вот 30-27 где-то отпустил. И вот еще сколько окуней, ну вот 840-820, грамм 500. Короче, окуни прилично клюют, неплохо. Я думаю даже можно выловить какого-то трофа, если повезет. Если вы вообще по какой-либо причине ставите своей целью на коре, ловите окуней, берете хорнет и просто объезжаете этот орлинный остров, этот с деревом засохшим. И там прям будете ловить этих окуней пачками огромными. Вот. В общем ничего интересного. Форель понятно дешевая, ряпушка недорогая, окунь дешевый. Редкие породы. Крутые, но их мало, а они легкие. Сколько в итоге будет стоить улов? Так, результат хорнетов за сегодняшний день. 82 серебра. Это немного, но это неплохо. То есть кренкам придется очень сильно потрудиться, чтобы перебить этот результат. Ну а теперь, парни, ставим кренки. Знаете, какие у меня есть кренки, короче? Ой, где мои кренки? По пару штук буквально было. Доджер кренк 10. По 9 грамм. То есть должны быть уловы поменьше, но почаще. Посмотрим, как они сработают. У меня есть модель 1 и модель 3. Я не помню, чтобы я на них ловил. Может когда-то с дуру и ловил, но не помню. Поэтому будем посмотреть. Так, вот кренки поставил. Дожидаюсь в 5 часов утра, начинаю ловить. О результатах вы узнаете первым. Итак, я половил на доджер кренк и готов показать вам результаты. Как видите, вместо 23 рыб на хорнеты получилось только 13 хвостов на доджер кренке. Но давайте посмотрим, что это за рыбины. Короче. Щучка попалась вот самой последней, буквально 2 минуты назад. На 2 килограмма. Прилично. Очень понравилось. 2 сиванки по 1,5 килограмма. Очень приятно. 2 рыбины ценных пород. Так и запишем. Озерная форель. Тут даже есть 2 незачетных. Но ничего, мы их тоже зачтем. Вот. 2 форелины. Незачетных. 4 килограмма. 2,5 килограмма. Окуни. Есть 2 окуня по 1,2 килограмма. 1,1 килограмма. 1,2 килограмма. 1,2 килограмма. И, к сожалению, это все, что я сумел поймать на доджер кренке. По деньгам, конечно, это будет не очень много. Ну, посчитаем 50 серебра. За счетом 82,5 килограмма. В этом противостоянии побеждают хорнеты. Турнирная таблица примерно сейчас будет на ваших экранах. Всем спасибо, что досмотрели видео до конца. Мы обязательно вернемся в битву приманок, чтобы закончить этот турнир. Показать вам, какая все-таки приманка наиболее уловистая из тех, что я выбрал. Ну и всем удачи!